Копы далеко, а пули как лохов, валим за кордон, с набитым рюкзаком. Насколько ж ты будешь снимать, а? Расскажи, что мы здесь делаем? Хоть много едим. То есть морозиться, да, не хочешь говорить? А, еду на центр. О, куда? Куда к Вове Стиханову? К Владимиру Стиханову. А, да. Едешь на реабилитационный центр. Да. Зачем ты туда едешь? Увидеться, познакомиться или? Не то, что увидеться, познакомиться. Познать некоторые моменты, чтобы не возвращаться в ту мразь, которую возвращают постоянно. Теперь мне деться. Как называется этот бутербродик? Разорви лицо. Ого. Я понял. Ну давай попозже еще. Показать? Да зачем? Ну как зачем? Вот так ты едешь в реабилитационный центр, да? У меня перед каждым много. Это типа как обычай какой-то, ритуал? Ну, не, не. У всех, короче, есть реабилитантов там. Не то, что как бы без надёга. Ну, ты понимаешь, что ты будешь держаться. Ты веришь в это. Ну и как бы до центра ты можешь достать, употребить всё. Сами даже эти консультанты говорят. Только ты переходишь ворону за забор, всё, ты уже будь добр с правилами, начинай знакомиться, смиряться, забудь свою старую жизнь. Сейчас тебя начинают убирать и то, сделай, ну короче, гордыню твою ушатывать. Короче, ты считаешь, что, то есть у тебя сейчас барьер между прошлым и будущим, да? Да, есть какая-то, знаешь, ну, может какой-то не то, что страх. Как сейчас объяснить? Боюсь просто, чтобы не рвануло меня. Вот этого я боюсь. Насчёт рвануло, что ты имеешь в виду? Ну, не психанулся там. И не уехал назад или что? Да, потому что я знаю, что если в этот раз уехал, ну я погиб точно. Ну так, а мы тебе в этот раз что говорили? Что, Русланчик, может, ну не стоит, наверное, сейчас ехать? Возьми, походи, повеселись ещё. А куда уже веселиться? У меня руки онемели уже, наверное. А покажи руки. А чего онемели? Когда в суток пару соляру втапливаешь, ну, оно уже потом состояние такое... Не имеют руки? Да, не имеют руки или часть там у меня была перед этим. Тупо полголовы вот, типа, как... Ударился, понял? Ну, вот это такая вот... Зуд такой на голове, понял? Ну, типа, как ленковый узел какой-то, вот натягивается, знаешь, вот такая вот... Типа, как это, ледокаином вмазался, да, в голову? Как, да, да, вот такой... Ну, приблизительно, чтобы понимали. Не, ну, понятно. Смешного ничего нету. Вот помнишь? Чего нету смешного? Ты же помнишь этот самый винт пробовал? Ну, да. Знаешь, что такое молотки? Молотки, да, знаю. А знаешь, что есть... У тебя не было такого... Бахнул... И аж судорога вроде берет. Нет. Ну, короче, кто меня понимает, тот поймет, о чем я говорю. И вот сейчас у меня... Кто Руслана понимает, напишите в комментариях. Не, ну, кто помнит винт, и когда судороги на приходе брали, ну, это страшно... А вот сейчас вот тупо вот пальцы, аниме все они. Короче, жесть, вообще. Ну, так, эээ... То есть вот этот, ну, ритуал вот этот сейчас проводишь. Ты пьешь за что вообще? Или просто пьешь? Или ты за что-то какое-то, ну, желание загадываешь? Или, ну, зачем этот ритуал? Так и непонятен. За что-то пьют это кто? Ну, продумываются на себе опять же. Давай выпьем за что-то. Оно работает так, когда... Давай выпьем за то, чтобы у тебя было. Ну, оно же не будет. И ты только пьешь, ну. Угу. Это так не работает. Просто хочу выпить, вот. Женщина любимая. Ну, ты хочешь... Ну, ты хочешь... Ей привет, да, я как-то дал надежду еще... Вернуться к памяти, ну. Может, ты хочешь себе передать послание в будущее? Себе в будущее? Не, да. Так не хочу. Ну, почему? То есть, смотри. Ты посмотришь этот влог через год. Вот. Я понимаю, о чем ты говоришь. Через год. Ну, интересно будет посмотреть, значит. А может, меня уже не будет. Мы посмотрим. Да. Да. Ну, да, передаю. Какая у тебя голова была под ультра-каином? Блин. Ну, давай, передавай. Извините, я перебил просто, сбил с мысли. Короче, я желаю самому себе успехов в реабилитации и работе над своими мозгами. Понять, что мне нужно. Для чего я вообще рожден был. Ну, с самого начала надо было. Чего? Я желал его концовки. Дьявол тоже умеет нормально слышать, ну, подкидывать. Но только он дает, а потом отобирает и вообще. И на дьявола не съезжает. Нет, про чем? Есть такая... Все на дьявола сваливают. Это дьявол. Нет. Так оно и есть. Когда ты познаешь истину в Боге, ну, ты когда отходишь, все же думают, что это я на самом деле. А ты под солями познавал истину? Нет. Нет, те, кто не были на центрах. Ну, давай. Они не поймут, о чем я. Они поймут, чего я тронулся умом. Я сам думал раньше сектанты. Короче, давай, Диавнатулин, нас ждет Владимир. У него тоже есть куча своих вопросов. Хорошо. Одного семеро не ждут. Ты хочешь, как в этом... Как донатила Анжелика, по-моему, да? Или кто? Когда я чеку жахту. Чеку жахту. Давай. Сколько? Как хочешь, докипеть. Не надо тут докапывать. Все. Да. Ну, вот, друзья, короче, да, едем. Друзьяки, едем, короче. У Руслана еще выпадает достаточно неплохой шанс в житухе. Потому что реабилитация у Владимира Стиханова, наше чисто мнение, что это одна из самых таких... Ну, самых крутых на сегодняшний день в Украине реабилитаций. Это мы... Мы видели немало репцентров и, ну, как бы, уже можем с чем-то сравнивать. И вот сравнивая чисто на наше усмотрение, мне кажется, что у Владимира Стиханова одна из самых мощных, сильных, залазят в голову с самого детства, с самого начала находят вот этот перелом. И этот перелом над ним работают и уже, как строит человек свою личность заново. Так что я думаю, что, ну, все зависит от Руслана, если он там останется, если он не свалит, потому что там реабцентр открытый, там даже выгоняют. Там нету такого, что типа держат тебя, лишь бы ты был. Там, если ты начинаешь судить, пошел нафиг. Ну, это везде так. Ну, это как в хорошем каком-то университете. Если ты не хочешь учиться, познавать, брать знания, то тебя, ну, оттуда выгоняют, нафиг ты нужен. Это, как на машине, ты ударил машину, повело стойку там или кузов, то есть нарушилась, как она называется? Геометрия. Лонжерон. Нарушилась геометрия. Причем тут лонжероны, мы о стойках говорим. А лонжероны, это он внизу вон, не что этим. Да вот у тебя с лонжеронами все хорошо. Да с лонжеронами все нормально все. Так вот, теперь надо на диагностике выровнять это все в ноль. Кому ты это рассказывай? Тому, кому ты будешь это видео выкидывать. Если не будешь, тогда тебе, ты же снимаешь. Короче, хорошо, друзья, мы сейчас перекус, и опять в путь, и уже в пути пообщаемся, потому что шумит. Да давай, доставай уже. Блядь. Не плачет дальше рука. Так выкинь что-то телефон. Бутерброд. Ты что, голова? Как с такой головой можно ехать? У меня испанский стыд начинает срабатывать. Выкинул пробку, срабатывает. Трепает. Ты бит, видать там. Жарат. 500 гривен пачка, блядь. Класс. Такая, у тебя и рожа перелякала. Да, да, да. Покажи свою звонилку, что там. Айфон. Почему едешь с таким телефоном? Почему? Блин. Потому что другого нету. Слушай, реально ты живи, мы вроде бы вывезли уже к стиханового типа. Да, да. И что? Вот так вот на заднем сидении. И что произошло с ним? Да. И, короче, он вот так вот со звонилкой вот так вот сидел. Вот точь-точь. Вот такая же феня была. И что с ним покойный? Да. Ну бывает. Да это важно очень. Что с ним случилось? А ты же вспомнил, да, к чему-то это? Не вспомнил, потому что ну ситуация. Ну хорошо и делать сейчас это было. Ну вот тебе очень важно узнать дело. Покойный, я через той спросил, покойный? Ну ты как бы хотел, что с ним было? Да не, просто свалил он. Просто духарился, короче, понял там. Таких же не духарился. Нет, таких же не духарился. Мы говорим, ситуация такая же была. Вот мы ехали. Вот ты живешь, да? Да. Не, он у нас выиграл. Какой был движ? Мы проводили на стриме розыгрыш типа место Клове Стиханову. Ну так, среди подписчиков. То, что ты рассказывал, да, там. Ты два с Николаева проехала, да, там один? Нет, тоже потом. Нет, тоже потом. Ну да, ты говорил, что кто-то смотрел. И выиграл типа его малая типа его. С Мелитополя, по-моему. С Запорожья. А, с Запорожья, да. Его малая, короче, выиграла. За него, знаешь, по сути, навязала ему, короче, это. Нет, когда тебе кто-то наряжает, надо, чтобы ты к этому пришел. Если ты там едешь для мамы платить деньги, для папы, ну. Ну, это не реабилитация. Это чисто поеду на 3 месяца, чтобы мама успокоилась. Типа этот, таксист с 90-х. Нет, пока ты сам не соберешься, ну, поменяться. Подожди, Валерчик, это ты? Да, это Валерчик, Аполлон, кто-то еще, блядь. Ну, похож просто. А, похож. Да. Какая цель? Ты тоже на актера похож. Ну, все мы на кого-то похожи. Да, да. Какая цель твоя? Сейчас? Да. Найти себя. Я даже сейчас. Найти себя. Я... Найти себя. Я... Нет, нет. Вот ты вот что мямлил вот три года назад. Найти... Ну, в плане найти себя. Ты что, заблудился, Валер? Да, заблудился. Ну, что ты хочешь найти? Тебя нету. А кто есть? Нету тебя. Сделать себя. Сделать... А? А не найти себя. Какого найти? Ну, какая разница? Найти себя. Ну, как найти? Ну, кого? Ну, найти какого себя? Есть я и есть, блядь, еще один какой-то... Слушай, за все прожитые года. Да. Есть хоть какой-то, что ты там был каким-то нормальным, которым ты хотел бы быть? В данный момент? Да. Да. Есть он. Когда? Когда? Ну, он где-то первоплотился... Ну, когда он был таким? В 2000-х годах. То есть ты хочешь найти себя, который ты был в 2000-х годах? Изначально тем, кем был я, да. Ну, ты хочешь... Потом у меня появился какой-то, ну, понятно, наркотики там... Ты уже начал жить, меняется знание. У тебя появился, будем говорить, семейник какой-то. Ну, это не ты. Ладно. Какими качествами ты обладал в 2000-х годах? Прям разными. Ну, например. Ну, какими? Вот ты хочешь сейчас найти себя таким, каким ты был в 2000-х годах? Хотя бы не быть наркоманом. Хотя бы не быть наркоманом. Он грустит сейчас этот самый. Да в плане, ты что, в 2000-х не был наркоманом? В 2000-х? Нет. Я сидел за ним. Ну, что? Братан, его там будут грустить. Я просто хочу тебе сказать, голова, что найти себя... Ты просто чуть неправильно сделать себя. Ну, может, я неправильно вы... Сделай себя просто. Найти себя того, кем я был, чем употреблять. Не надо искать себя. А где ты был? Ты, мол, редко был. Да какая... Ну, где-то же на что-то пошло не так. Ну, где-то же на что-то пошло не так. Ну, вот сейчас и будешь разбираться. Это я знаю, да. Я знаю, что пошло не так. Могу тебе рассказать, что у тебя пошло не так. Вот. Вот тогда, наверное, встреча с Рыжим. Возможно, и тогда пошло что-то не так. Ну, короче, не важно. Еще раньше, да. Сто процентов раньше. Что такое, Руслан? Тебе затронули какие-то чувства? Естественно, я человек, блядь. Ну, а что конкретно? Можешь поделиться. Когда у тебя нету никого рядом. Какое, блядь, спасение, блядь? Не матюкайся. Ну, это и так. Так а что же нет? Нет, так а... Кто тебе, ну, поможет, блядь, когда все от ребят вращаются? Кто? Так ты же сам же ж отворачивайся. Тебе ж идут навстречу. Хотят помочь. Хотят. А ты же сам, ну, слушаешь там неправильное мнение. Да я уже никого не слушаю. Я верю только самому себе. Потому что в жизни было. Так веришь? Так ты ж посмотри на себя, кто ты вообще? Так потому что я не хотел какое-то время, ну, я хотел умирать. Ну, прикинь, ты бы... И я делал все для этого, чтобы умирать. Ну, прикинь, верить такому типу, как ты вообще. Ну, ты понимаешь, что это такое? Ну, ладно, неважно, давай. Ну, вот, смотри, вот, ты едешь туда... Когда человеку ставит крест, он сам на себя поставит его, естественно. Нет, я тебе не так... Когда человек на себе не ставит крест, то и на нем не ставят. Ну, может где-то человек заблудиться. Я сейчас не оправдываю себя, свои действия. Человек может заблудиться сам в своей голове. Пока ты себе сам не начнешь помогать тебе, кто-то другой тебе... Ну, вообще, подожди, а как человек начнет помогать сам себе, когда от него... Ну, по сути... Ну, это мотивация, когда... 200 гривен там, ну, да, чисто дадут тебе, блядь, ну, умри уже ты с этим уколом, к примеру. Ну, так понятно. Может тебе... Ты сам 200 гривен решаешь, куда их пихнуть. Я тебе говорю о том, что я знаю, вот, по личному опыту, когда ты сам начинаешь в себя верить, начинаешь... Тебя мотивирует, наоборот, что... А, не верите... Я всем на зло выстою, да, именно? Да, я сделал. Не верите, базара нема, хорошо. И ты начинаешь сам, тогда люди тянутся, смотрят, блин, за три, так он нормальный типок. У него есть дух какой-то, у него есть какие-то стремления. Он на себе еще не ставит крест. Вот тогда на тебя люди тоже не будут ставить. А если ты ждешь, что тебе кто-то извне, где-то тебя вытащит, поможет, кто-то тебе будет... Ну, так же... Всегда же ты надеешься, знаешь, может так это... Ну, я не знаю, кто... Господь, Бог, высшая сила, я не знаю, там, кожа рожда, ну... Человек всегда во что-то верит. Но когда он во что-то, хотя бы в одного человека верит, ты слышит постоянно какие-то, ну... Естественно, он начинает сам себе, ну... Бля, может мне легче, ну, проще уйти? Ну, это позиция такая, знаешь, пораженческая. Ну, да, сразу сдался и все. Это самое, что на ринг вышел, короче, получил раз по зубам и... Ой, может лучше сдаться. Ну, да. Вот и все. Ну, может, такое сравнение такое. Так чемпионами не становятся, ты понимаешь, что житуха тебя пережует и выплюнет, если ты будешь так вот... Да, возможно, это было какое-то там испытание, которое дал... Тут житуха, ты же видишь, это борьба вечная с собой. Она еще может похлеще закинуть в этот самый, ну... В этот круговорот, ну, да. Не, ну, есть люди, которые реально житуха там подкидывают трудности, знаешь. И человек их принимает достойно и борется с ними. А ты же сам себе усложняешь. Ну, да. Ну, ты же сам себе... Ну, да, мы сами. Ты находил, да, и побежал, но как бы пускаешься, ну... А потом... Возвращаешься в свое... Создаешь себе героические... Создаешь себе проблему, потом их героически решаешь. Да. Вот это вот... Нет, ты уже не решаешь их, ты уже опять не возвращаешься в свою зону комфорта. Все плохие, почему, блядь, так произошло, извините за мат... Почему именно я, почему со мной такая хрень, ну... Начинаешь искать какие-то себе форточки, ну, может быть, да. Ну, потому что ты... Я смотрю, вот, мое личное наблюдение, что вот соль... Человека, конечно, ушатывает морально. Она ему уничтоживает вообще. Я вот смотрю, допустим, ну... Вот, к примеру, на Руслана сейчас я смотрю, он нежный стал, капец. Ну, да, ранимый такой, то есть... Там и все, жалость к себе какая-то появилась. Вот ты раньше жестче был. Знаешь, как-то с тобой, ну... Чувствовалось, ну, как-то пожестче. Даже мы сегодня этот телефон отдавали тебе, вот... Знаешь, как бы это... Ну, что произошло, типа... Руслан отдает телефон, который вчера купил, ему он не подошел. Возвращают, ему говорят, ну, иди, типа, потасуйся, подожди. Полчаса. Да, полчаса, типа. Раньше, я знаю, что он бы сказал, таких бы полчаса. Да какой я бы его уже уничтожил бы, об этот прилавок бы, блядь, ну... Ну, по крайней мере, ты бы не повелся, блядь. Запрал бы три телефона и ушел бы, блядь. Сейчас, может, эта соль придумана для того, чтобы подчинять, именно делать из людей каких-то овец, блядь, покорных. Да, вообще, знаю... Дамских угодников, глядя, делать. Ну, что-то такое, да. Не мужики, не баба, знаю, вообще, что-то среднее. Ну, ты блядь стал, да, такой покорный. Так это, я вам скажу, это не соль даже, это... А что это? Что это, маленький, что расскажи? Ну, а тут, блин, тут заранее надо немного... Глубже копать надо. Еще? Откройся. Еще... Еще глубже. Откройся. В смысле откройся? Ну, где глубже? Давай, в глубину твою сейчас зайдем. В глубину, у меня, блядь, мелко, блядь, мелко плаваешь. Когда ты какать хочешь, и уже, блядь, не втерпешь, ну, ладно, два шагата еще сделаешь, там, чуть потерпишь, но потом... А где ты терпишь? У тебя штаны вечно обосранные. Что ты там терпишь? У меня? Да. Что ты там терпишь? Ты терпеть не умеешь. Терпеть, вот это именно, это и неправильно. Если ты бросаешь и крепишься, держишься на волю. Ну, типа, все в булке, да, и все. То ты долго не выдержишь. Понятно. Не, ну, на первых порах у многих происходит, которые ты, ну, реально терпишь. А потом тебе надо, ну, работать над собой, как-то отвлекаться, забывать и, ну, работать, работать. А если ты будешь, там, допустим, полгода в трезвости и ты тупо терпишь, то, конечно, у тебя начнется, ну, на булках судороги сразу. Не, просто повалить, бля, ты не сможешь удержать это. Да. Просто таки, мне кажется, лично субъективное мнение, что надо внутри осознать, что тебе нафиг не надо. Гарик, а помнишь, Сань, ну, вот он всю жизнь как-то мог там месяц поколуться с Ширевым, потом раз, полгода вообще ничего не употреблять, потом месяц бухать, ну, как-то так. И так у него происходило всю жизнь. Ты бы хотел так? Нет. Мне так он умер. Он умер просто, вот, даже не просто. Блин, да я, знаешь, ну, я тоже задавал себе вопрос, почему я сколько употребляю, ну, руки, ноги еще работают. Блядь, пришла война, детей по два годика, ну, убивают нам, почему так? Ну, вот, а кто тебе скажет? Вот, поэтому тут не надо на кого-то смотреть у каждого. Или кто-то пишет в комментарии, блядь, ну, нафиг он живет вообще, если он, ну, тупо хоронит сам себя, а кто-то там погибает, ну. Ну, да, потому что люди... Зачем такие сравнения, кто-то, ну... Нет, люди не понимают просто. Ты что, Бог, чтобы задавать, ну, какие-то проводить промеры? Не, ну, у тебя своя миссия, там, малиновый кабриолет, блядь. Да какая разница, какова у меня миссия, ну, это... Ну, ты пропагандируешь малиновый... Господь, Бог меня, ну, создал. Ну, ты пропагандируешь малиновый кабриолет. Да, ёб ты мать, да хоть голубой, блядь, кабриолет, какая разница, блядь. Так и что ты так возмущаешься? Я готов ездить на голубом. Мерседесе 6.3 AMG. Давай мне голубой, синий. Понятно, я уже понял. В женском свитере ходить, блядь. Блядь, 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 блядь. Я же от этого не стану женщиной, блядь. А где он женский, блядь? Так вот Семану задает этот вопрос. Так а ты у него спросишь? Да я спрашивал, блядь, ты, если считаешь, ты надел бы это... Не, я просто секвайтер... Не, там даже просто выпухлый от сисок просто. От сисок? Ну, типа видно, что, ну, наливчики его носить. Ну, давай посмотрим, давай посмотрим. Ну, вон, видишь, в районе грудной клетки. А это курточка не женская, случайно? Да, причем тут курточка? Нет, мне интересно, ну, свитер женский. Значит, по-женски свитер я должен надеть женскую курточку. Ну, так вот ты и прячешься, одевая шкуру, типа, в мужскую куртку одел, а женственность... Давай, давай, ведем влог на свитер, блядь. А женственность пытайся спрятать. Давай. Вау, 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 вау. Пока всем не выпруглась, блядь. Ну, вот выплыл. Ну, где? Ну, вот, показывай. Ну, покажи, ну, пальцем тыкни, где? Там, если я там трогать... Ну, блядь, покажи, ну, где выплыл? А если я возбужусь, блядь, ну, прикинь, трогать? Ну, еще страшно, пойдешь, потросишь, блядь. Сиськи, блядь. По памяти пойдешь, загонишь, блядь. Не, ну, взял у малой свитер, так и скажи, что ты... Ну, какой малой, блядь? Ну, своей. У нее таких свитеров нету. Это нормальный свитер. Это я хочу... Блин, малая опять сейчас начнет. Сансара, блядь, она мне и так мозг вылила. Это мне подарила... Катя, Женя, жена, понял? Женя. Пуделя. Ага. Вот. Катя подарок сделал. Ну, так я же тебе говорю, Катя, свой свитер тебе подарил. Жени, своего мужа, ну. Это она тебе так сказала, а? Подожди. Подожди, 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 подожди. Катя, тебе Бог... Всего самого людского, от Бога, ну, подарила тебе своего свитера. Ну, тебе Катя сказала, что она мужа свитера? Да какая, блядь? Да видно, что Катин свитер, реально. Ну, реально видно. Да? Почем оно? Я же тебе говорю, повыпуклость его. Какой? Ну, видно, что, блядь, она... Она плоскодонка-то она получает, заново. Нет, чего? Чего, если бы у него вот так? О! О, так оно же так и видно. Да? Так, если бы у него так было, она пару месяцев поносила этот свитер, оно бы так и осталось, правильно? Ладно, давай, короче, оставимся каждый при своих, и пусть люди напишут по поводу этого в комментариях. Да зачем по поводу этого, ну? Ну, давай доверимся нашим зрителям. По поводу... Нет, я не буду доверяться, я уж доверался, тянуло. Тянуло. Короче, друзья, что вы думаете, Катин этот свитер или нет? Напишите в комментариях. Катин, блядь, все от этого меняется. Нет, а ничего, я просто тебе сказал, что ты так кипишуешь. Ну, Катин так Катин, все. Блядь, строй режим, блядь. Все, успокойся, не нервничай. Ну, вцепил Катин свитер, ну не подумал заранее, ну. Блядь, давай я в Катиных трусах или нет? Ну, это твои проблемы. Нам это не интересно. Подожди, так мои проблемы и в свитере. Ну, ты же чего-то не зацепил тебя? А мы по твоим поступкам выкупим. В Катиных ты трусах или нет? А я, может, без трусов вообще? А может быть и такое. Ну, так по каким поступкам ты туда выкупишь? Ну, по твоим... Если я без трусов. А может, сразу будет видно, сразу. Да я их снял уже давно, блядь. Да, так то есть ты без трусиков, да? Да я же задал тебе вопрос, а если я без трусов? Ты в трусах или в трусиках? Я так и не понял. В трусах. В трусах. А может быть без трусов? Ну, как ты выкупишь? Ну, нафиг нам эта информация, что ты без трусов. А нафиг кому-то информация в Катиных у меня свитер или не в свитер, блядь? Придите, друзья, сидит штепп с мужиками бородатыми, едет в машине и тупо рассказывает, что он без трусов сидит в заде. Я на пример тебе навожу, блядь, а если я без трусов, блядь, по каким качествам? Да нам пофиг, Вася. Так подожди, блядь. Как? Почему тебе не пофиг, Катин на мне свитер или не Катин, блядь? Все, короче, тормози. А это ты тормози все, манка. Все, хрэ, Вася, ты так набазарил уже, ты что, там, блин, там, короче, жесть. И что? Трэш такой, наверное, говорил. Ну и что? Соли не надо больше. Я наговорил, подожди. Я наговорил, правильно? Может, я так хочу тебя удовлетворить, блядь? Что ты останешься доволен, блядь, своими съемками, блядь? Да нафиг меня удовлетворять. Ты что, гонишь? Удовлетворить тебе, блядь, твоё желание снять, вот, сука, кого? Унизить, блядь? Прикинь, он без трусов и хочет меня удовлетворить, блядь. Да зачем нам эта информация? Что ты заговорил о трусах?